В зале боевой и трудовой славы культурного центра «Усадьба Кривякина» только близкие друзья Ольги Новиковой и ее коллеги по Перу. Повод – издание книги про тиреи Александра Сайбышева «Жизнь». Десять лет автор по крупицам собирал сведения о своем отце, представителе духовенства, изучала историю. Годы службы священника совпали со временем забвения. Я рассказываю о жизни семей священнослужителей в годы советской эпохи. Из различных источников я немножечко делала исторические сноски и писала о 30-е, 40-е годы, то, что происходило в нашей стране в ту эпоху. Но больше написала о том, что я видела сама, будучи девочкой, будучи дочерью священника. В издание вошли также воспоминания жителей Воскресенского района, в том числе и претерея Алексея Крылова. Священнослужитель поблагодарил автора за книгу, а благочинный претерий Сергей Якимов подчеркнул значимость труда писательницы. Эта книга написана за большой любовью, дочерней, творческой любовью к своему неразгадному пророку-отцу, как было сказано в этой книге Ольге Александровне. Книга написана в виде документальной повести, на страницах фотографий из личного архива Ольги Новиковой. На презентации присутствующие смогли увидеть герои произведения воочию. У дочери сохранилось в виде проповеди священника после пасхального богослужения. Книга есть, книга существует, и Ольга Александровна за эту книгу единогласно была принята не в члены Союза, а стала академиком российской словесности. Это за творчество, за победы в великих конкурсах, в которых она участвовала. Это областная награда. Это книга для людей, которым дорога генетическая память нашей Родины, России, генетическая память православия. Медалью Андрея Белова. Вот такая вот у нас красивая золотая медаль. Я с огромным удовольствием тебе ее вручаю. Книга издана в твердом переплете. Небольшим тиражом 200 экземпляров, но уже поступила в библиотеки района. Евгения Светлая, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.